Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня будет разбор такой монеты, как VAX или VXP. Многие из вас ее знают, меня тоже попросили сделать разбор на данную монету. В общем, это у нас метавселенная, насколько я помню, DeFi проект, плюс NFT, соответственно, коллекционки там различные, Galaxy Digital портфолио, это у нас Mike Novogratz, кто знает такого чувака, PlayToEarn, также имеется в портфеле у биржи OKEX, ну OKEX она сейчас называется. Также имеется у них там свой собственный кошелек, работает на смарт-контракте, ну и собственная платформа имеется. Вот, в обороте сейчас у нас 2 миллиарда монет, 2,1, и, соответственно, Total Supply показано, что максимум у нас монет практически 4 миллиона, ну то есть половина монет в обороте. На текущем этапе она в том числе торгуется на Binance, есть у них свой там VAX какой-то анализатор, и можно посмотреть, сколько там аккаунтов. Аккаунтов сейчас у нас 13, практически там 13-300 миллионов, и на текущем этапе, как видите, все равно продолжает торговаться это высокорисковая криптовалюта, партнеры у них там можно посмотреть, вот такие вот, хотя не знаю, может у этого сайта такие партнеры, ну, опять же-таки поправьте в комментах. Вот, по поводу VAX блокчейна, имеется галочка от Твиттера, в том числе у нас 277 практически тысяч пользователей в Твиттере. На регулярной основе тут продолжаются у нас новости, сотрудничество с разными NFT, ну то есть на проект они не забивают и продолжают над ним работать. Поэтому, по поводу новостей, ну, здесь, конечно, на CoinMarketCap не так часто они выходят, но все равно торгуется она у нас больше всего получается на Абите, на Binance, на Окиксе, ну, логично, что на Окиксе, потому что они в нее в том числе инвестировали. Вот, по поводу Телеграма, здесь у нас 5000 пользователей, если посмотреть еще один какой-то токен, не знаю, напишите в комментах, я так и не разобрался, написано, что вся эмиссия в обороте, тут 3,7 миллиона, и также есть какой-то токен в Аксе, я не знаю, это XStableCoin или что, ну, то есть я нашел, но, скорее всего, не StableCoin, потому что торгуется QSDT, какой-то тоже токен, который относится к данному проекту, я не нашел. Ну, давайте я посмотрю на сайте, может быть, найду. Вот, ну, давайте посмотрим, что такое ВАКС у нас. Это специально созданный токен блокчейн и протокол, предназначенный для ускорения и упрощения безопасности транзакций электронной коммерции. Блокчейн ВАКС использует делегированное доказательство доли депоз в качестве механизма консенсуса и обратно совместим с EOS. Ну, EOS у нас высокорисковый актив, конечно, пользовательские функции, ну, как и данный, скажем так, у нас товарищ. Вот, поэтому на текущем этапе также используется для оптимизации в использовании блокчейна в электронной коммерции поощрения голосования по гильдиям и предложениям. Вот, создан этот проект у нас, называется он World Wide Asset Exchange, создает децентрализированный обмен внутроигровыми предметами из онлайн-игр. О, вот это по-простому, по-понятному. Игроки в онлайн-игры часто покупают, продают и обменивают такие предметы, как внутроигровая валюта, виртуальные объекты, такие, как оружие или одежда, называемые скины, ну, одежда, да. Команда считает, что нынешние централизированные решения подвержены таким проблемам, как отсутствие доверия, когда товары могут быть недоставлены или украдены. Ну, короче, они, так как они работают на смарт-контракте, да, вот здесь вот было написано, то они предлагают этот самый смарт-контракт только уже для игрушек, в общем, если по-простому совсем. Вот, по поводу инвесторов, ну, давайте глянем, что по инвесторам. Инвестор это у нас Hashed, Pantera Capital, Value, ну, ОКХ я тут не вижу, но на CoinMarketCap написано, что они все-таки инвестировали. Token Sale у нас проводился в том числе, операционные какие-то там вопросы 35%, 30% на маркетинг и развитие, и развитие, получается, программного обеспечения у нас ушло 35 тоже процентов. Вот, Supply Schedule, давайте глянем, то есть поставки у нас монет, что у нас, предварительная двухдневная продажа в октябре 2017 года, после чего в 2017 году в Найбре последовала публичная продажа, и, соответственно, установили они цену разработчиков оценку 1500 вакс за 1 эфир, ну, напоминаю, что на тот момент эффекта стоил куда меньше, да, хотя, я не знаю, может быть и больше, чем сейчас, ну, либо так же, в общем, напишите в комментах, кто в курсе. Вот, предварительная была продажа и продана институциональным инвесторам за 70 тысяч эфир, а скидка для них была 65%, а 210 миллионов токенов были проданы в ходе публичной продажи, ну, как видите, соответственно, миллионов, а сейчас у нас уже 2 миллиарда. Вот, поэтому на текущем этапе и также была скидка, там, 50% между продажами в ЕТХ, была собрана в общей сложности, ну, кстати, я не удивлен, что они за эфир продавали, а не за доллары, да, 45,5 миллионов долларов в ноябре 2017 года в ходе основной продажи было продано 137 практически миллионов токенов за 20 тысяч эфир, никаких скидок не предоставлялось, и в ЕТХ было собрано 9,6 миллионов долларов. После продажи создано в общей сложности 1,85 миллиарда вакс, ну, сейчас уже 2,11, насколько мы видели. Участники продажи токенов получили 35% от общего предложения, 641 почти миллион вакс. Основатели и команда получили 20% предложения, 370 миллионов с 6-месячным периодом блокировки. Ранние участники и консультанты получили 30% токенов, это 277,5 миллионов, а оставшиеся 30%, 555 миллионов вакс были сохранены для будущего распространения среди разработчиков и издателей в рынке. Ну, и в июне 2019 года произошел обмен токенов, когда было создано 3,7 миллиарда токенов в AXP, которые можно обменять 1 на 1 на токен ЕРЦ-20, ну, то есть на токен эфира, я так понимаю, вот, либо просто в сети ЕРЦ-20. Поэтому, ну, и сейчас 3,9, как видите, у нас такие мысли, то есть еще 200 миллионов монет. Ну, как видите, у них Daily Unique Visitors, пишут они, что уникальные пользователи каждый день 500 тысяч, в день транзакций более 23 миллионов, аккаунтов более 13 миллионов, ну, хотя мы до этого смотрели, сколько там было аккаунтов, давайте глянем, сколько на самом деле. Ну, опять же таки, это по этому сервису. Ну, да, в принципе, 13, там 13,3 миллиона, поэтому они не обманули. Вот, DApps, ну, децентрализированное приложение, которое поддерживает данный проект, это 30 тысяч плюс у нас. Также имеется там свой блокчейн, понятное дело, ну, как видите, прикольная такая картинка, с какими компаниями они, в том числе, игрушками сотрудничают. Тот же Deadmau5, если кто знает такого, этого, диджея. Вот, Sony Pictures в том числе. Можно приобрести за токен, вот, перейти, допустим, на BuyNow и посмотреть, что можно приобрести, какие у них партнеры, в том числе Hot Wheels, я думаю, многие тоже знают. Можно приобрести различные карточки и т.д. и т.п. То есть, ну, за данный токен можно приобретать AMC, кстати, кинотеатры в том числе. Вот, ну, и с какими областями они сотрудничают. То есть, они сотрудничают с биржами, с играми, с портфолио, с децентрализированными обменниками, с маркетплейсами, блокчейн-сервисами различными. Имеется свой, там, облачный кошелек, NFT-сервисы еще какие-то, ну, и какие-то property-лицензии, то есть, лицензии на частную собственность, ну, короче, на недвижимость. Вот, и всякие различные, можно запустить карточки, там, и так далее, строить в том числе можно. И, как видите, различные проекты также сотрудничают с данным проектом. Ну, поэтому 13 миллионов коллекционок у них имеется, и, соответственно, по поводу NFT, я думаю, тоже вы все это видели. Ну, и различные есть токены, есть у них YXE, YXG, не знаю, для чего они нужны, но, видимо, тоже для того, чтобы поддерживать данный проект. Также имеется у них, ну, дорожная карта, и, соответственно, у них запланировано, у них уже выпущены, хотя это за 21-й год, я не знаю, что они не поменяли дорожную карту, вот это, конечно, немного печально. Может, либо они опечатку сделали, это за 22-й год, ну, либо, соответственно, это за 22-й, а это все за 21-й, но как-то это все не разграничено, хотя написано июнь 21-го. То есть, они не обновляли дорожную карту год и, типа, забили на сайт, ну, как-то странно, что они так халатно к этому отнеслись. Короче, развитие у них тут и полное завершение с DeFi платформы, также какой-то VAX продукт, ну, у них обновление, я так понимаю, кошелька, их версии 3.0, получается, мобильный кошелек они хотят запустить и доступ в AXP, соответственно, к их кошельку Mass Adoption. Вот, поэтому, ну, не знаю, печально, поэтому на проект они немножко сразу же подзабили в плане сайта, ну, не знаю, напишите в комментах, кто в курсе, ну, вот такая вот ситуация. По поводу цены, я давал, в принципе, данный токен еще, получается, в феврале и в январе в закрытом клубе, то есть, можно было заработать на данном проекте. Опять же-таки, я не буду говорить, что мы взяли все движение и там вам сказки рассказывать, но мы зашли, в принципе, можно было забрать те же там 6X, ну, то есть, от 2-3X до, в принципе, даже 8X, я бы сказал бы, ну, на пике, если кто там додержал, можно было 20X забрать, либо вот здесь повторно там перезайти, поэтому такие дела. Ну, здесь это была пиковая цена, отсюда мы упали уже на минус 90%, ну, если даже глянуть отсюда, это минус там те же 60-70%, поэтому на текущем этапе, я считаю, в принципе, как видите, если даже мы сюда сходим, это 3X, ну, если по идеальных раскладах это будет там около 10X, напоминаю, кстати, в том числе, это у нас старичок рынка, я, кстати, не знал по этому поводу, но вот буду теперь знать. Длительное накопление было, хай мы не взяли, так и перехай не сделали, но если с текущих отметок закупать, это как раз будет 20X, сюда это около 30X, а если сходим на цену, которая была памп в пейлистинге, то, соответственно, 50X. Ну, опять же таки, в разряд сверхвысокоисковых монет можно отнести данную монету, при том, что монеты в рынок могут еще вкинуться, несмотря на то, что она сильно просела, капитализация все равно даже взять, ну, к примеру, половину от этих денег, 100 миллионов, low cap такой высокоисковый проект, но в целом продолжают работать, единственное, что-то они на сайт подзабили и не подправили дорожную карту, ну, не знаю, может они исправятся потом, но, как бы, в целом идея хорошая, и, как видите, продолжают они существовать, продолжают развиваться, ну, давайте глянем даже на том же Facebook, сколько у них пользователей ради интереса, и, соответственно, вот, по идее, сейчас поставили нравится, ну, где-то около 4000 человек, ну, в Facebook сейчас мало кто сидит, и в Instagram 5000 человек, поэтому больше всего, естественно, в Telegram и в Twitter следят, вот, поэтому такие дела, и по поводу их кошелька, в том числе, можно хранить данные монеты у них на собственном кошельке, они продолжают его развитие, но, опять же-таки, учитывайте, что это Cloud Wallet, ну, то есть, по сути, это веб-кошелек, который хранится у них на серверах, то есть, если вы хранили там какие-то их монеты, либо их какие-то токены, то, если проект там скоманет, то, естественно, то ваши все монеты сгорят, чтобы вы это понимали, вдруг кто не знает, вот, особенно новички, ну, и по поводу самого проекта, я думаю, тут все понятно, ну, а сам токен в аксе, то есть, не знаю, есть ли тут описания, либо нет, давайте зайдем глянем, это торговля восковыми производными на Ethereum, ну, не знаю, что это значит, вот, и, кстати, если посмотреть при сейл, который у нас был по VXP, заработали тут сущее копье, по сути, 32XA, хотя до этого там говорили, что заработали, в принципе, сверхприбыль, ну, и тут были по Pantera, Animoca, Brands, Kinetic Capital, ну, я думаю, они намного больше, вот, и, кстати, токены ERC20 сети эфира были заменены на VAX протокол, то есть, они собственные, даже токены, собственный протокол создали, ну, идея интересная, да, то есть, идея интересная, но, опять же таки, как высокий риск, я считаю, максимум 1% депозита можно инвестировать, потому что XE, она уже бешеная показывала, там, с 2020 по 2021 год, плюс, там, даже, я бы сказал бы, с 2019, если глянуть, где она была на самом дне, перехай, конечно, не сделала, есть ли шансы на следующем бычьем цикле, ну, в принципе, есть, но учитывайте, что либо тут сверхприбыли не будет такой же, либо, если будет, то риски высоки, не факт, что вы дождетесь этих самых пиков, поэтому такие мысли, такие дела по VXP на свободную сумму 1% депозита это потолок, я считаю, это так, поиграться на свободные бабки.